А как считаете, кто первый должен наступить, мужчина или женщина, если вот друг ссора? Знаете, это тоже должен быть этот справедливый ответ. Не так, если мужчина хозяин, так что, хоть он не прав, обязательно надо его ослушать, что ли. И вот и ссора получается. Мне кажется, мужчина. Почему? Ну, он сильный пол, он должен как-то контролировать семью. Женщины должны на него опираться как-то и знать, что он всегда уступит и поддержит. А как Вы считаете, в семье кто должен первый уступить, мужчина или женщина? Женщина. Женщина умнее. А почему женщина? Нет. Природная смекалка в женщине более развитой, чем у мужчины. Мужчина как сильная сторона должен первый уступать? Всегда. Всегда. Ну, я считаю, что женщина. Почему? Ну, мы немножко мудрее, чем мужчины. Мне кажется, что должен мужчина подумать об этом, все-таки женщина, это мать, которая рожает детей, воспитывает. Своей второй половинке нужно все-таки доверять или проверять? Тоже надо. Я считаю, что лучше доверять и не проверять, если проверишь, то что-нибудь найдешь. Конечно, нужно доверять друг другу. Ну как без этого, что ходить по пятам, спрашивать, в телефоне лазить? Все равно как-то неприятно. Ну без доверия вместе жить не получается. Обязательно нужно доверять. Знаете, сегодня праздник День Невесимиверного. Отмечаете его? Конечно. А как? Вон как раз паспорт меняю, фамилию меняю, хожу. А День Петра и Февронии отмечаете и как? Ну да, это церковный праздник, большой праздник церковный, конечно. Это, так сказать, родители еще наши отмечали эти праздники.